Всех приветствую еще раз. Возвращаемся. Изменил настройки по видео. Должно сейчас... ФПС повысилось. Кое-что подчистил. Кое-что подизменил. Сейчас сразу зайдем... Сейчас сразу попробуем игру сыграть одну. Чтобы понять, все ли хорошо работает. Здесь все хорошо работает. На этих настройках мы и останемся. Вывем-то. Цена в классе дает. Окей. Продолжение следует... 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 Ой, никто прожил. Сейчас прочитаем, что там. Не, поварчик здесь. Дима. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Финальти. Нету? Ну ладно. Финальти. 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 Если кто-то хочет посмотреть, что я думаю Насчет этих карточек Можете открыть, посмотреть Сейчас переходим к открытию Будем открывать вот этот пак Хочу Кого хочу здесь достать Хочу Хочу-хочу-хочу Чуть камеры еще поправить О, вот так вот Так, хочу Чуа Мэни здесь Якоря Хочу Зе Хочу Камбьяс из Едорфа Хочу Солера, хочу Рафусилову И хочу Кимиха Если, ну вот Всего тут Вот этих всех хочу Пилигрини, Геморрай Чуть меньше для меня Важностью Но карты тоже хорошие Олег приветствую всегда Повара скоростью Стрюмеет Сейчас 98 Прикручивается Плюс-минус это одинаковые прокачки Там Сильной разницы не будет Так Ну Зе Дорф Блин, двух бы достать Быстро двух бы достать Вот этих Зе Дорфа Камбьясу И Двух бы достану Если остановлюсь на этом Пожелаем удачи Всегда в открытии Гоу Белая Здесь никого у нас нету Вообще при чем никого Даже топчика никакого нету Типа Солера Чуамэни тоже якоря переверили Но это интересно Это усиленный Чуамэни будет Это вообще зверь будет Марэна Ну ладно Говна тут навалили Вот типа такого вот Ой Поехали, вторая Черная нужна Черная полоска Нужна Белая полоска Не, не катит Нужна черная Минус два уже Джозеф Фунте Третья Ну нужно побыстрее Что-то вообще не айс Пока идет Черная есть только Так, желтая Эпик Хорошо Тянем, тянем, тянем В Зейдорфа тогда Серия А Зейдорфа хочу Красненький Камбьясо Здесь значит За Роберто может быть Я просто наделся Зейдорф и Камбьясо В одном паке Ну слишком жирно Да, наверное Так, Зейдорф Камбик есть Камбьясо с халявой О, Чуамэни в паке Топ Топ, топ, топ Оба в закреп сразу Лок Закрепить И закрепить Чуамэни Интересно будет Сейчас будет Очень интересно Места уже не хватает Для бойцов Пойдем почистим Чуть-чуть До свидания До свидания До свидания Все до свидания 74 тысячи Еще за них Дали Окей Так, тут у нас Под турнир все остались Надо, конечно, Команду Так солидно Почистить Слишком много 500 игроков Ну, представляешь Какой он сейчас Будет здесь Тогда Так, что у нас Выпало Давайте посмотрим камбьяса и ждем солера рафу кими хазидорфа желательно чтобы это было побыстрее белая полоска никого нету вообще даже топовых карточек здесь эти все под удаление бойцы го еще разок черная есть желтая синяя нет это у нас кто-то из этих из хороших карт что какой аэродивизи это тиль что ли этот до свидания тоже потом его проверим скорее всего будет удален как ты выглядишь хотя бы посмотрите спартак 15 миллионов потратил на это футболисты опять не могу подписывать что такое до команды ночи все жестко футболисты 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 давай к варанс и опять нету мне это не нравится футболисты давай черную тоже нету да что такое что мы что-то будешь делать футболисты идем их удалять опять ревизию надо провести срочно футболисты черная полоска нужна дайте черную полоску срочно есть но эпиков тут нету пятерка или грине наверно с ним кто то еще будет нет никого нет только донорома здесь очень пока неудачно идет открытие я вообще не могу никого подписать неужели у нас только футболистов лишних у нас дома кстати там выпал за дому прикольно интересно побегать попылить что там осталось посмотрим давайте много чего осталось стопов вы представляете на самом деле вообще практически ничего не выпало пока зидор в кимих все здесь то есть выпало только вот это говно сплошное не знаю сейчас должны по идее каждое открытие черное быть уже ну черное есть но и пока нету это солер скорее всего солер неплохо вот солера я хотел мощная карта это очень у солера ну лучше солер который вообще может быть только а здесь нету черный где шторки черные и опять он был тусом слишком много этих еще бичей там команде с навыками место занимают хорошие навыки не хочется удалять но классом из интер оставим бармиан с вами седьмой всех оставим обновим для интер обновим карточки так значит можно удалить тогда старые карточки интера так вот это махитаряна можно удалять наверно тоже хотя он нет он сильнее наверно этого можно удалять так а если удалять вкачаным он даст больше да намного так вот этого можно удалять дармян еще какой то слабый здесь до свидания так этот остался классом остался вот это здорово я крю я бы не давал заднюю но и черная желтая нет это этот с германии там кимих кимиха обновляем сейчас кстати очень топовое получается обновление кимиха у меня вот это вообще здорово у меня год предыдущему кимиху как раз он заканчивается но принципиально не хотят ну желтую дай вы посмотрите что делает а тварь какая игра я опять не могу подписать 19 карточек осталось и еще до сих пор нету на базе зеедорфа и зароберта вы представляете офигеть офигеть жгод 3 пиа партии бакамбу эриксонер с подори беспокойство гиро отристе до свидания от года закрепим это топ это топова бруно вообще тебя тоже закрепим топова кимих топова кимих вообще супер Соляр закреплен. Пилигрин не остался. Этих пока под вопросом. Останутся они или нет. В команде. Кто на ЦПЗ-102? Черная. Желтая. Тут Элизиедорф либо Зероберто. Могут быть оба, конечно. Но это Зероберто. Зероберто нет. Ну окей. Зероберто забран. У нас осталось 9 человек. И до сих пор не выпал Рафа и Зероберто. По одному поехали. Не самый удачный пак опенинг, конечно, получился у нас. Черная есть, но желтую давай. Зероберто есть. Жалко, Рафа нету, конечно. Может, 700 монет на Рафа тратить. Это смешно просто. Приветствуем, Кларенса в команде всегда. Кимик 102 на ЦПЗ. Вау, нифига себе. Ну да, немножко казино присутствует всегда. В казино можно деньги проигрывать? На ставках можно. Здесь тоже можно. Так, этих подчищаем тогда. Санчес, Бакасет, Оставич, Минди, Мёрфи. Андре, Сила. 50 до свидания. Видите, у нас остаются. З остался. Этот на тесте будет, потому что карточки особые. Так, начинаем с самого топового нашего оба человека. Что у него там бустится? Древла бустится, да? Сейчас мы его просто протестируем на каких-то разных прокачках. У нас Сила 8 паз. И точно 8 скорость. 3, 4. Ну-ка. А, у него паз бустится, подкрутка бустится. А, я по работе уезжал, и не было. Играл там. Какой-то период времени. Какие-то паки пропускаю иногда, бывает, и уезжаю. Так. Апгрейдим за Роберто. Я, как понимаю, у него будет здесь вот бустится все. Давайте пока начнем с 4. Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сейчас посмотрим авто вообще. Авто, что говорит. Шут, 4, 8 сюда, 8 сюда. А, они хотят сделать из него побыстрее. Я бы так не делал. Я бы ему древлу повысил. Так вот, да, предлагают. Здесь и паз, паз 8. Давайте пока так оставим. Пускай побегает. Интерфейс на английском для изучения английского. Ну, не то, что изучения, а поддержания словарного запаса на английском. Плюс, если заходят какие-то иностранцы, им тоже интересно смотреть не на русском, для расширения аудитории. Вот так вот, бустится у нас. Плюс, некоторые слова на русский, они некорректно переведены. Сейчас надо еще кимиха старого удалить. Что-то с тренировками проблемы не хватает. Здесь 12, наверное, в защиту вольем. Ух. 4. 4. 4. 4. Еще 8 остался. Так что? 12. Ну, здесь понятно, 12 защита он хочет. Здесь 8. Здесь 4. 4. Ну, он примерно как я, только он... Ну, наверное, оптимальная прокачка, кстати. Плюс-минус для Камбьяса. Стамина, делается 4, неплохо. Кто для тебя самый сильный эпик, из которых падали тебе и биг тайм? Что-то надо подумать. Ну, Мбаппе очень сильный. Так, оверл рейтинг. Старого кимиха удаляем. Вот этого. Отработал у нас, получается, 180 дней до конца контракта. Дирижер. Спасибо за работу. 140к еще получаем. Контракты. 10 тысяч. 9 голов, 14 ассистов. Йосуа, спасибо. Заменяем его на нового кимиха. Мандакова. Надо было его тоже как-то прокачать. Надо столько тренировок тратиться. А я хочу еще Солера попробовать прокачать. Солер такая редкая карточка. Давайте начнем с Солера. Нет, лютая жесть вообще. Где столько тренировок взять? Жесть просто. 8. 8. 11. 12. 6. 7. 8. 8. Неплохо. 4 на подкрутку. Можно еще дать защиту его. Вот сюда в желтую автомат. Что говорит? Автомат. 12 пас. Ага. Для навеса 8. Дребла типа достаточно, говорит. Скорость ему десятку. Здесь я бы ускорение поддобавил бы. Маловато. Защиту 8 пунктов. Ты что, совсем что ли? Куда? Вот сюда надо. Умение атаковать, ускорение и баланс. Вот это хороший Солер будет. Но я его на фланг качаю. То есть это не ЦПЗшник. Неймар Виктайм, естественно. Комбиаса Разрушитель, да. Якорь Анкормен. Ну вот, то есть. Это же полезно. Английский поставил. И английские слова учишь. Зароберто. Соответственно, Creative Playmaker написано. Плюс я уже объяснял на первой части сегодня стрима. Вот видите, где средний столбик. Где у нас защита, да. Defensive Awareness, Tackling, Aggression и Defensive Engagement. Что Tackling, в переводе с английского, это отбор. Если кто-то не знает. А когда вы ставите русский язык, там написано подкат. И я, если честно, допер до этого, ну уже больше, чем год назад. Но раньше я реально думал, что это подкат. То есть ты открываешь русскую версию и думаешь подкат. Нахрена Ромарио подкат? Я думал, что это подкат. А это отбор. Это отбор. Строчка. Не путайте внимательно здесь. Русский язык очень голимо переведен. Вот на английском все четко здесь. Tackling. Отбор. Так, идем в это. За навыком. Камбьяшу. Неймар, наверное, все же один из лучших был бигтаймов. Ну, просто настолько плавная карта. Как-то царствируем в описание. Вау. Нифига какой он дутый. Давайте на этом фоне протестируем. Ну, засунем сюда этих двух. Потом поменяем. За Роберто. Блядь, очень-очень интересный будет центр сейчас. Ё-моё. Вообще топ. Причем за Роберто, наверное, надо поменять с этим местами. С Зейдорфиком. Вот представляешь, Серег? Вот ты некоторые вещи узнаешь, ставил просто другой язык. И то же самое с навыками. С описанием навыков. Не все навыки правильно переведены в игре. На русский язык. Да-да-да-да. Есть косяки. Много косяков есть. Надо все изучать, смотреть, открывать и читать. Ну, когда я играю на рейтинг, да, если я захожу на рейтинг играть, я уже там заморачиваюсь, там, что-то подбираю. А когда я, ну, мы проходим за тапки старевые, то какая разница? Да хоть он там на стрелке вниз. Я уже как-то показывал. Я ставил специально карточки на стрелках вниз и более низкого рейтинга. И это никак не влияло на скорость передвижения карточки. Они, наоборот, как будто бущенные бегали. То есть тут все как игра захочет. Поэтому отбор, подкат, это одна из основных строчек для защитника. Именно отбор. И также для опорника отбор. Зидорф, кстати, в интере тоже был. Вполне имеет право находиться в этой команде. В целом. Очень мощный, очень мощный выглядит Фаренс. 95 кикинг пауэр. Вау. Ну, тут с прокачками можно поиграться. Этот левша... Ё-моё, тут Зароберто... Зароберто, конечно, очень мощно выглядит. Просто люто, мега. 101 отбор Камбьяса. 101 отбор у Камбьяса? Вау. Вау. Давайте Адриана в пару к этому, к Мартинусу. Меня очень не знаю почему-то. Я всегда обращаю внимание на карточки, которые никто не обращает внимание. Типа Зароберто. Вот они могут из него сделать какого-то монстра. Отвечаю. Ну, я говорю именно про карточки, которые низкорейтинговые. Если ты поставишь низкорейтинговую карточку на стрелке вниз, она будет у тебя носиться, будет Ганди работать на твоей стороне. Тут только в этом плане. Ну что, сейчас будет отчет по Зароберто и Кларенсу. Интересненько. Сейчас будем смотреть, как крутится. Как вертится. Синедорф. Да ладно! Сразу? Интересно. Вторым касанием человек в команде гол забивает. Это уже какой-то знак. Ну, как комбьяса. Бежит люто. Неплохо. У Зидорфа вообще другая моделька. То есть, вот я играл им. Блин, он такой подвижный какой-то, кажется. До этого он такой... Такая телега была. Неподвижная. Хотя он мне всегда нравился очень. У меня был. Но он бочонок такой из Милана предыдущих, прошлогодние. За комбьяс сразу пассы диагонали проверяем. Всякие. Развороты тоже. Угу. Зидорф. С места. Неплохо. Рядом с комбьяса пролетело. Угу. Хорошо. Зе. Мартинес там насквозь бегает. Неплохо, Зидорф. Неплохо. Мне кажется, сейчас Зароберто может завалить. С левой. Если у него штрафные там есть нормальные. Зароберто тоже первый гол забивает. Первым ударом, поворотом. Что же... Что же... Что же будет дальше, вопрос. Комбьяса тоже первым ударом, что ли, забьет? Это очень интересно. Не, вот Зароберто интересно поюзать его, насколько он плавный. Левая. Комбьясу. Ага. Комбьясу. Издалека проверим. Ну, это, конечно же, смешно. Но, ну, комбьясу не получилось в первом ударовленном случае. Зе. Так, корду, корду подавай, догоняй, брат. Хорош. Вот что у него плюсик, это левая нога, конечно. У Зе. Комбьясу. Хорош. Ловко достаточно. Ну-ка, отбор давай. Опорничек. Мимо проскочил здесь, да? А вот Зеедорф отбирает, кстати. Бегает. За Роберто. Охо-хо-хо-хо. Хорош. Слушайте, люто-малый, кстати, вот этот. За Роберто шустренький, очень шустренький. Комбьясу. Комбьясу не дотягивается. Что-то коротконогий, что ли? Да. На, еще раз на конец. Зеедорф. Нет, он думфрис, и так не обижаешь, это вообще машина. За Роберто. О, хорош! Хорош! Отличная была она, Демарко. Не выбрасываться, Серег, не выбрасываться. Кардоба жесткий, конечно, просто. Тигр. Комбьясу. Есть отбор. Комбьясу отбор есть. Это чувствуется все равно, на самом деле. Он такой... Очень, очень все плавные карточки, я бы сказал, вот эти. Из первых ощущений, особенно за Роберто, кажется очень плавным. Прямо вот, мега сбалансированный какой-то чел. Сейчас постреляем издалека еще и не обязательно. Кордоба. До свидания. Зе. Касание есть. Зе. Он вообще какой-то неостановимый. Ого, у него еще и этот есть. Уф! Они все примерно на одном уровне, Тамер. Кимик очень мощный будет. Юндаган очень мощный будет. Сильнее карточка при равных, при всех равных, сильнее будет та карточка, которой можно в доп-навыки засунуть. Зе. Хорошо. Сука. А здесь чем? Опа! Горло. Из плюсов левая нога. У Зероберто это очень редкий полузащитник с левой ногой. Ну, то есть, нету. Все практически правши. Он уже здесь давно. Со вчерашнего дня я здесь припроковался. Зидор. Здорово. Мартинес. Почему-то под левой ногой у него мяч. Солера забыл, да, поставить? Кордоба. Ну, Кордоба хорош. Зе. Плавный, плавный, малый вообще. Зейдорф. Зейдорфом покрутимся чуть-чуть. Специально на них будем играть побольше. Но новички уже по голову оформили. Что радует. У меня Тотин забил, по-моему, первый гол игре в десятой. Хотя я на него играл. Да, то есть. У него точность подачи есть. Пинпоинг кроссинг. Давайте передвинем. И попробуем его во втором тайме на другой позиции. На LMF. А Димарка попробуем на этом. На ЦЗшнике пускай побегает. Сюда выпустим кого-нибудь. У Снэйдора, например. Так, все. А, комбьяс я неправильно поставил. Я думаю, что-то не так. На DMF надо ставить обязательно. Снэйдер лучше Тоти, да. Ру, здорово, всегда. Могу. Приветствую на канале. Второй, поехали. Угу. Ну вот, комбьяс я начал отбирать, да, бегать. У Сидорф. Нифига у него удар. Вау. Пожестче, чем у Тоти, кажется. Кажется, у Сидорфа моделька лучше, чем у Тоти. Намного. Он более плавный. У него... Стиль прикольный, креативщик. Я, наверное, Сидорфу дам оттяг в защиту еще этому. Вратарь дырява. У меня человек, знаешь, что он проигрывает в общем? А, Казик не скинул прокачку зея. Давай, Кларенс. Хорош. Бам! Это монстр, парни. Это монстр. Это монстр железный, я говорю. Это стопроцентный монстр. Это киллер вообще. Что за лев этот, Сидорф? Давай, за хитриком, брат. Зе. Ну-ка, подачки. Вот это левая нога! Спасибо, Рус. зейдорф опять же ну открылся отдал налево меня радует меня радуют они не знаю и пока из всех паков то что я открывал за последнее время для меня это какая-то прямо я не знаю то есть тот я был огорчен со снайдером не то что там но я его не до конца просто как он бежит его просто не остановить в центре как танк какой-то там ясо хорош ултаро зейдорф ну-ка еще давай кларенц вот он засадил конечно я еще в шоке просто за ну-ка еще раз не успел чуть-чуть ну-ка еще раз но моделька интересная очень уже очень интересная моделька ну-ка комби нифига у него пуля тоже летит какая кик забыл на чё там чё там уболил снайдер не хочет забывать да варнс миссии проходят либо cn либо pprn какая карточка миссия у тебя вот это за полторашку да которая новая мустер сейчас посмотрим сейчас после игры ну а узи дорф даже не устал этот подустал чуть-чуть на получается комбиасом из плюсов стиль отбор 101 для опорника но нету лучше отбора чем 101 но нету просто выносливость хороша 96 стамина с джампингом достаточно нормальный 82 ну неплохая карта неплохая карта вот это впечатляет молодой человек это очень прям впечатляет 96 по снизу в купе с таким дриблингом вроде у этого сильнее то есть у снайдера 95 сила если так сравнивать то есть где-то зидорф кажется что уступает вроде кажется но не забываем что зидорф обороняется в десять раз лучше чем снайдер в десять раз лучше чем снайдер снайдер только атакующий а это универсальный игрок и плюс-минус они там схожи по статам хорош к амбиясу с правой ноги тоже может не 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 я люблю в последнее время люблю так на з левая так это ошеломительно не было это моя ошибка здесь надо обычным навесом было на дальнюю просто запиндюрить и все марка зидорф за хитриком брат давай давай за роберта не под всю игру как вы видите он устал вначале очень хорош был в центре там не понравился за видов как монстр просто в середине пашет и здесь у него прошла еще у подачка есть уже слева и прямо вот хорошая сейчас посмотрим статы их что там после игры не надо на выдавали зидорф давай брат не пролез пару финтов не надо накинуть каких то вот вот в чем он сильнее снейдера вот он вроде не добежал но в то же время он настолько сильный физически что вот что он сразу в отбор вступает и он отбирает мяч лютый в отборе вообще кто-то хорошо за а санга на фланг не успел ну комбесса давай ты иди в отбор посмотрим тебя взбавился парень отвечал уже хорошо плавненький легенький зидорф вообще да не это просто киллер ё-моё кто в команду попал это лучший зидорф в игре вау согласен да ну я тоже как бы если не очевидный момент я бить не буду зидорф здесь видите отбор дает вроде креативщик а он низко опускается да хоть и уставший вроде там я поражен честно говоря хоть и соперник был не самого там высокого уровня получается что у кларанса три гола в дебютном матче забивает человек три гола вау просто вау и у него еще хороший финишинг у него 80 финишинг будет да получается или что а не 78 это уже есть так 95 силы удара в купе с защитными статами в желтой зоне у него 74 отбор для атакующего 74 отбор таких опозрачников вообще нет умение атаковать возможно вот здесь надо чуть-чуть пока покопаться в умение атаковать он еще будет чуть поплавнее умение атаковать баланс возможно он и так лайтовый очень да вот сюда возможно 4 пункта надо докинуть еще снять дриблинга возможно и 4 пункта сюда вкинуть и он еще легче будет но это впечатлило то что я сейчас видел меня очень сильно впечатлило так этот что первая игра 1 плюс 2 сразу же у меня тоти так чтобы вы понимали просто вот я просто сейчас открою где это существо сейчас и месяц займемся так где этот пассажир это он здесь был так вот каннеста вижу вот он смотрите точь 36 игр 5 плюс 8 зидов уже 3 забил при том что 36 игр здесь были и слабые соперники и сильные и средние но это мало это мало реально я так что выдал но это старается 24 гола то это неплохо тоже от саба 4 гола хотя все все голы в первых играх забил на замену только выходил все 20 игр на замену то есть а где снейдер снейдер где а в составе получается снейдер а снейдер что у нас по статистике выдает вот снейдер больше всех играет 17 плюс 26 но зидорф может его превзойти неплохо интересно очень интересно пас навесом хорош точность подача хороша подкрутка хороша на лпз шники можно использовать его можно сделать еще даже наверно побыстрее сейчас минуту перерыв у нас и ged что это и я и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Так, это по Зейдорфу. Так, теперь уберем вот этих. Низкосортных. А, опеку еще можно. Опеку тоже можно. Одезиночный контроль. Низкий пас на весу тоже Зейдорфу можно давать. Тоже. А? Сейчас напишу. Все, посмотрим, что ответит. Стили разные, да, но с оттягом будет плюс-минус такой же жесткий и так же отбирать будет хорошо. Чип-шот. Ну давайте на новеньких, наверное, купим. Три новеньких и на них откроем тограмму. Контракт. Потому что я хочу оттяг поймать. Вот так будем ловить на стойкове сегодня. На стойкове сегодня. И на... И на... И на... Хахики будет. Так, поехали на стойковь сначала. Написал. Написал? Три навыка у нас есть. Оттяг защиты нужен. Акробатические выносы. Это у меня есть. Перехват. Перехват. Перехват Зейдорфу, кстати, было бы супер. Причем очень. Перехват. Это хорошо. И... Открутка Шведой. Угу. Так, а есть у меня, кстати, для ГСи Трансфер. У меня там есть перехват. Фильтр. И что-то там еще на нем было. Интерцепшн. Да, был у меня перехват. Так, здесь ножницы, перехват и эластика. Ножницы, перехват, эластика. Ну, ножницы можно Зейдорфу тоже дать. Ножницы, перехват, восходящая. Просто перехват. А, вот. Ножницы, эластика, восходящая. Ой, ножницы, перехват. Угу. Сюда оттяг и двойное касание. И что у нас тогда будет? Получается, у него будет двойное касание. А у меня есть вот здесь еще, видишь, с перехватами пару карточек. Ну, там же вида бы упала бы сейчас туда, и что бы с ней делать. Перехват нужен Зейдорфу, как считаешь? Интерцепшн. Перехват, удар по восходящей, ножницы. Ну, лучше, наверное, давать ему ножницы, перехват и эластика, да? Под двойное касание, под особое. Сюда потом добавить двойное касание ему и добавить оттяг в защиту. И вот такой он будет. Эластика, ножницы, двойное касание. Финтовой такой будет. Интересненько будет. А этому что вкинуть можно? Одиночка. Тут тоже двойное касание надо. Давайте еще сыграем пока. Ну что, сыграем, потом будем думать. Что надо думать, что накидывать. Слишком много навыков надо здесь внедрять. Надо тут очень-очень-очень думать. Много. Не понял. Ничего мне не дает поставить. Комбьяса. А, поставил. Комбьяса. Куда здесь комбьяса всунуть этого? Так, и Месси я обещал, что вспомнил. А без ваш приветствую. Флифлопластика, да, я знаю. Куда я Зидорф это делаю? Я что-то не втыкаю. А, направо у меня он там. Это я кого убрал из состава? У нас справа был этот, что ли? А, у меня конца лобов здесь. Так вот. Ну так, интересно будет. Очень интересно вот так будет. Угу. О, комбьяса. Сюда поставить можно. А этого сюда, да, можно поставить. Ага. Ну-ка попробуем. Беллингем очень сильная карта, согласен. А, стоп. Забыл человеку про качки Месси. Сейчас обсудим. Месси, смотри. Мы вместе прокачаем. Заново. У меня сейчас вот такая прокачка стоит. Три в корпус. Ну, я не знаю. Это такая тестовая была. В идеале, что здесь делать? 96 делать. 96 делать, чтобы у него на поле было 100. Понял, да? Дальше. Дальше мы ему вкидываем в скорость. 8 пунктов, 100%. Сила удара и скорость. Это важна. И стамина. Это вообще минимально. И сюда 8, наверное. Вот так вот. Баланс 90 был. 81, 87. Скорость. Это вот минимально для него. Вот с чего надо начинать. Дальше мы доводим финишинг до значения 90 тоже, да? И подкрутку. Еще два пункта, значит, сюда идет у нас. Вот так вот. Это минималка. Остальное все я бы дал в паз. 4, 5, 6, 7. Вот так вот. То есть, чтобы у него паз был 87, 80. Смотри, какой шикарный получается. Вот на такой прокачке я бы остановился. Плюс-минус. Чтобы при стрелке, у него еще тайт паз, ну, при стрелке, чтобы у него показатели еще бустились, да? То есть, у него тайт паз, балл контрол и дриблинг будет буститься. Мне кажется, вот это оптимальная покачка будет для миссия. Опекун, перехват, блокировщик, оттяг. А, блокировщик, думаешь, еще он? Ну, ты из него защитного хочешь сделать? Прямо вот, чтобы он защитного, я бы из него защитного не делал. Он креативный плеймейкер, у него высокие показатели дриблинга, да? То есть, не забывай, что на стиль надо еще тоже обращать внимание все же. То есть, делать из него какую-то опорную собаку, значит, это равно значит, что в него в защиту надо вкачивать больше, чем в дриблинг, правильно? А, ПЦН. ПЦН, смотри, я тебе прямо сам могу это сказать без этого. В дриблинг меньше, в дриблинг не 12 пунктов, меньше делаешь. Основные показатели у тебя там будет умение атаковать, реализация, скорость ускорения и только потом дриблинг. Вот так вот. Смотри, на трех не будем играть, сейчас отменю. Ну, у тебя другие, да. Вот ПЦН, смотри. То есть, для ЦН-ничка не нужны, не нужны такие показатели дриблы. Делаем ему шот 8, начинаем с этого. Вот сюда вот. Начинаем, наверное, у нас тут раз, два, три, четыре. С 12, сюда тоже 8. Вот так вот. У нас получается сначала легкий ЦН, да. 94 у меня не атаковать, финишем 92. 81-91. Раз, два. Два еще в реализацию. 94 реализацию, окей. Все, остальные бонусные очки у нас. Два очка можно в пас накинуть или в корпус. Прыгать он что на 51, что на 53, там, смысла я сюда вообще не вижу. Закидывать ему. Если только физический контакт, чтобы сделать ему чуть побольше физический контакт. Вот такой он примерно ЦН будет у тебя. Не знаю, делать из него ЦН я бы не стал, честно говоря. То есть, не вижу в этом особо смысла. 6. 10, по-моему, здесь было, да? 8. 8. Даже больше, да, там было, по-моему. 8187. Вот это по доэфникам не нравится. Раз, два, три. Только у меня был прокачен что-то, я вообще отвлекся. 90-90. Баланс зел 102. Можно, кстати, это нарастить еще здесь. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Ну-ка, атаким его попробуем. Чуть ему подрос, ну, сила удара подрос. У меня это хватит 90 сделал здесь, да? 83-87, интересно. Окей. Оставим так пока. Перехват 100% думаешь, я без башни? Перехват, да? Ну, мне ножницы тоже нравится, финт использовать. У меня там есть бич, ножницы, перехват и эластика. То есть, эластика можно дать для двойного касания, потом в перспективе, и туда оттяг впихнуть. И получится у него 5. Эластика, оттяг, ножницы, перехват, двойное касание. Вот такие навыки получатся. Он будет и с защитой, и атакующей навыки. Удар у него с подъема, бей ему, да и все. В принципе, тут достаточно этого. Полчасика у нас еще есть. Дальше надо на тренировку вести человечка. Прервемся, так сказать. 4 есть. Играем. Ничего не понятно, что было написано. Это Сербия, там что-то такое. Видели, какую я форму прикольную нашел? Там написано have well. Если раздумать букву, получится welcome to hell практически. Очень интересно. З остается. О, братан, иди сюда. Лютый составчик тут намечается. Лютый составчик просто. Давайте вместе этого попробуем на офнике здесь. Обычный зейдорф имеет даже блокировщика. Надо сравнить его будет с миланским, потом со старой версией. У меня, по-моему, три версии. Теперь получается зейдорф. А, две. Миланская, которая была там полтора года назад. И вот теперь еще одна миланская, одна эпик. Вот этот, конечно, эпик лютый. Алексей, добрый день всегда. Погнали. Здесь хомяк какой-то другой чуть. Лысая башка, да и пирожка. Через скобья с собой выходить. Пинается что-то? Я слышу. Соляра, я забыл, Заяц, кстати, на тест. Хорош, Мальдиня. Здорово, Сэль. Как дела? Хорошо. Молодец. Маркинёс. Кам. Все, здорово, здесь. Вилья. Зэ. Как Никита будет? Да, да, да. Только что ответил. Только ответил. В три, Никита. В три! А сейчас только два. Ну. Камьясо. Зэ. Никита, обычно в два. Смотри. Никита, обычно в два, тридцать. Никита? Да. Нет, сегодня в три. Камьясо. Отбор есть. Сто в один. Месси, Вилья. Вилья. Не, Вилья хорош, конечно. Чуть-чуть они разбежались. Да, две лысые башки. Одну лысую башку. Один пирожок. Две башки, два пирожка. Две лысые башки, два пирожка. Ой, подкат. Не подскажешь, сейчас в плане игры представили бусицы игроки, когда на стрелке. Это просто не показывается, они бусицы. Наклевка к варианту тоже можно дать. Это просто не отображается. Это, возможно, они это сделали специально, чтобы вы, как бы, сами, ну, досчитывали. То есть в программе это показывается. Спиной за Камьясо попробовал отдать. Отбор есть. По передачам пока проблем был Камьяс. О, Камьясо здорово. Никлаус, приветствуйся, да. За. Выше. Да, нет. Дань. Виле. Зеведорф здесь на подворчике. Пошел. Все, просто с подъема. Бам, гол. Четвертый уже. Это мега лютый чел. Так, у меня такое ощущение, что он сильнее, чем этот, чем даже Снейдер. Камьясо. Пролетел мимо почему-то. Зеведорф пойдет. Виля. Зеведорф здесь. Хорошо. Зе. Почему-то вперед не открылся, хотя вроде там через стенку он был. Зеведорф пойдет, что он был. Хорош. Зеведорф, приветствуй, спасибо. Камьяс. Да нет, не туда он лезет. Под Камьяс, мне кажется, тяжеловато здесь. Чуть не пролез. Гулит. Ну-ка туда, на Зе. Стенку. Не успел. А вот Зеведорф еще игру головой можно рассмотреть, в принципе. Как вариант. Зе. Зе. Зеведорф. 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 Лютый, лютый, мега лютый. Почему гулит подает? Интересно. Дань, оденься, Дань. Слышишь меня? Ты слышишь меня? Я иду. Отлично. Мальдиня, эй. Мальдиня. Мальдиня. За Роберто как-то поопаснее было, казалось, в серединке. То есть я его убрал на фланг немножко. Как будто опасность его снизилась. Потому что он в той игре в середине прямо разматывал. Как подработал. Прикольный. Зеведорф. Зеведорф. Мяч самка идет к Ларенцу. Это что было сейчас? Не то, что там мимо. Просто мимо на 10 метров. Что это такое было? Это глюк. Как будто на каком-то ручном управлении когда пробиваешь. Форму свою собрал? ЦМФ. ЦМФ. А давайте АМФ сделаем. А Гулли-то сюда Назароберто поменяем. И поставим ЗЦМФника с левой ногой. А сюда сделаем... Да, сделаем мы... Беллингема. Так. Зеведорф уже должен был пятый гол за две игры забить. Поражает просто человек. Чтобы ему сюда еще вот как можно... Финишек 78 вполне достаточно. У Неймара 79 он столько забивает, что там хватает этого. 78 для ЦПЗшника вообще за глаза. Ну, для такого. Не пошел здесь. Вкладывается. Здесь З как-то раскрывается на этой позиции сразу. Угу. Беллингем. Через одиночку. У него одиночку то, что есть. Это очень хорошо. Веси. Зе. Правая нога. Тут проблемы. Под левую полетел бы. Думаю, воткнул бы. Обманяйте, смотри. Что тренирует? 10 минут, смотри. Мейси. Мейси. Бан. Гол. Просто слева из подъема даешь. Зе. Комбияса, давай, 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 давай. Ступай, Аббар, молодец. Хороший, хороший Аббар. Эй, привет. Потише сделай только, пожалуйста. Сразу. Сильно. Потише. Толчочек. Так, проверим скоростной качество каранса. Ну, тут Месси накосячил. Мог бы и отдать. Что за передача Беллингем? Что-то все предотможиваются. Вилле. Вилле, да, с реализацией 96 бьет его вратаря. Не знаю. Потише. Потише. П Месячка Вилья На секунду там провис, но все равно я успел В конверсии надо, конечно, попадать в отборы почаще Чуть-чуть Как будто у него что-то нет, то ли блокировщиков, что ли Вроде хотя все должно быть на базе Беллингем, ты что? Попадай, брат Давайте Тошку Почему я за Роберто устал опять Игра на ЦМФ Интересно будет смотреться Комбьяса, как разрушитель Свера Я вчера в последнюю Вот эту фазу Начал использовать на ЦМФ То есть без указаний На защиту И он очень себя хорошо, кстати, проверяет Он забивает очень много, бегает То есть работает На ЦМФ-нике очень здорово Удар с подсечкой очень мегалют Как будто работает После обновы, после обновы Каждый удар практически гол Чем скамбьяс? Выходим Они дали Зейдорфу пушку проверить А, это Вьера, что ли, да? Вот Вьера на ЦМФ-нике Посмотрите, как отрабатывает Круто Кланец Нифига себе Как вам пушка От комбьяса Мам, ну я сделаю Ну дай отбор бы нем Хорошо Это? Так, это мои финты Давай не использую Соперник Вытянул меня Вот он мой финт Я его редко использую Но он научился уже Миньян стоит лучше, чем Мопик Кан Ну, может, Кану неправильно прокачал? Кану не по стандарту Кану вообще лютую Тридцать минут Тридцать минут Кварун Подустал Видно Такой финтовой тоже чел Насмотрю Что-то умеет делать Штенон Сейчас посмотрим Если быстро поймается Еще одну играем Мы на этом заканчиваем Если быстро не ловится То не играем 15 минут Ровно есть Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, ЗКП-карточки уже не совсем актуальны. Про отбор рассказывал. Что? Или ты про какую? Про строчку отбор? Про эту? Все, играем тогда. Не находит. Отказался кто-то. Последняя попытка. Топ-5 ЦЗ повар? Топ-5 ЦЗ каких? Бесплатных? В плане, то есть, которые там... Практически у всех есть. А! Не-не-не-не. Не рассказывал. Сейчас объясню. То есть, смотри. Когда ты играешь, мяч ходит быстро. Мяч ходит быстро. И я, так как переключаюсь часто, ты не можешь от мяча... То есть, вот раз отдал. Потом сменил траекторию наверх, стенку отдал. И тебе надо переключаться от мяча постоянно, да? То есть, а мяч меняет траекторию. То есть, тебе... Помимо того, что... Надо реагировать на мяч, в какую сторону побежит, так тебе еще надо в правильную сторону включить игрока. Это очень сложно. А игрока... Ты от игрока переключаешься своего. А игрок твой статичен. Он передвигается намного меньше мяча, и тебе намного легче включить правильное направление, как бы... Понял, да? Я считаю, что от мяча вообще неправильное переключение. Только от игрока. Вилья. Похол он вместе. Извейдорф, естественно. Вот сюда. Седьма в ярах. Так, поиграем. Здесь диплайн на... Где хоккей? Диплайн. Так. Кстати, в яраха бегает, посмотрите на него как раз. Все бойцы. Да-да-да-да. Обрати на это внимание. То есть, вот, когда я переключаюсь, я от включенного игрока переключаюсь на другого, который рядом. Это много... У меня от игрока, естественно. А, проник. Все, последнюю... Нет. Крайнюю катку играем. И я вылезаю. Стараемся мощно сыграть. Какими здесь? Соперник, серьезный. Соперник, серьезный. Соперник, серьезный парень. Ты здесь здорово, давай, пробежай. Ну, серьезный парень. Ни фига у него там подбежал ко мне. То есть, он не включал вторую поддержку, он ко мне подлетел с оттягом, что ли? Повезло я бы. Повезло я бы. Продолжение следует... Какой-то Кан, Кан с низким уносом здорово, Зидор. Ай, не прошла хорошая передача, да, газ, здорово, Вегера, здесь, здорово, у него райс работает, пока что, что это было? Сюда себя комьясовываю, вот здесь я прочувствовал отборчик. Ларенц, как ты не успел? Какой-то я себе он удал, на автомате что-ли? Очень легко пропустил гол, изначально отмеча стоит, да. Какими? Ну, эта передача была на этого. Зидор. Опять райс тут. Не проходит передача, вот штрафную обостряющую. Безобразную Несту отдал. Плохая передача опять. Не доходит последнюю. Пока 0.1. Ну, там сам полази, посмотри. Ну, меньше указаний давать на крайних. Потому что... Блингем нужен здесь. Настройки контроллера, да, там правильно горят. Слепой паз. Аккуратная нога. Аккуратная нога. Прошу. прочитал меня я не поставил тут беленгему я не поставил беленгему мой косяк он бы вернулся бы но уже все да тут уже поздно 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 пить боржомио не поставил указание он самым саламов и не вернулся хорошо здорово играет что-то мои три защитника просто разбежались опять сапа рождаю Почему ты не открываешься стенку? Единственное, вот эти моменты, конечно, вот эти отскоки, то есть я здесь выхожу нормально, я все там вывел. Почему оно не сработало, не знаю. Сейчас еще раз с него попадет, ну да, конечно, интересно. Успевает везде в отбор, а? Просто везде. Я красю, прямо мяч присасывается, я вообще поражен. Это опять, ё-моё, ну это кто? Это Родри теперь. Ну везде, прямо все касания до нападающих мяч у меня не долетает. Везде отобрал. Прямо хорошо. Хорош, Стоп. Вы посмотрите, как у него Родри отрабатывает. И здесь, да, даже Карл зацепил этот мяч. Просто вот поражает, он мимо. Не, дырка в защите, там настройки чуть-чуть сбитой сейчас. Плохо играю. Плохо играю. Холм нужен. Вместе здесь нужно, все силы в бой. Да, без понятия там, какой. Потом посмотрим. Ну вот, автомат сейчас меня убил в плане передач. Немножко. То же самое все. Бля, неплохо. Ну как так? Бля, ну везде. Ну можно просто не дотягиваться, хоть где-то? Бля, почему к нему присасываться? Ко мне нет. Не понимаю. А от меня отскакивает, как от этого. Ваут. Ну чуть-чуть, да, подо это. А сколько нужно, по правильной стороне? Палить хочет. Два раза. Цепляемся еще. Сейчас я закончу, Юль. Ну мне что, прерваться надо? Я просто не понимаю. Сам разберусь. Куда ты лезешь опять? Сел полностью в защиту он. Ну не, он ручное управление делает, нормально. Хорош что-то. Таня, обычно? Аня. Таня, обычно? Аня. Шиповский, я, будь, иди. Я, будь, иди. Ну вот эти блоки, конечно, постоянные, очень сильно к нему притягиваются. Прямо жалко будет, потому что ничего страшного здесь. Ну, просто на автомате говорю, любой пас, он летит в блок, почему-то все в блок, вот прям вот каждый пас. Не-не, я посильнее чуть-чуть не выиграю, но так уже сложится здесь. Такой у меня состав. Когда ты зажимаешь нолик и попадает в райса спиной даже, но все равно это странно. Карлос выигрывает у Холланда вверх. Я все, по-моему, то же самое вот. Много что отражать пока ты смотришь, да. Джи-джи. Так, в общем, какой отчет у нас по этим, по эпикам? Очень понравился Зи-Дорф, очень понравился, очень понравился, мега лютый, обязательно продолжим, еще поиграемся с прокачками. Все залетайте сюда на стримы, всем спасибо, всем пока. Спасибо. Спасибо заscенной. Продолжение следует...